Ну чё, народ, посмотрел я эту вашу новую книгу игрока, и... Что с лицом следопыты? Ладно, не будем о грустном. В любой редакции были как хорошие, так и плохие идеи, из-за чего хорошему Дэму всегда приходилось брать в руки сковородочку и начинать готовить свои домашние правила. Ну а чтобы готовить было легче, мы решили собрать все самые важные изменения из новой книги заклинаний и преподнести их вам на блюдечке. Ты делаешь меня-меня. Ведь вряд ли вам самим захочется изучать этот громадный список заклинаний. В конце концов, когда мы делали это на стримах, то процесс занял добрые 6 часов. Впрочем, если тебе интересен наш контент и конкретика по новой редакции в целом, то ссылка на ТГ-канал в описании. Там вам и анонсы стримов, и хбс нашего бусти. Ссылка же на полностью переведенную книгу игрока лежит в описании. Её, кстати, перевёл Корос с канала Онлайн Ширма, так что передавайте ему привет от меня и огромное спасибо за столь быстрый перевод. Впрочем, даже ему не под силу изменить законы вселенной, из-за чего в новой книге игрока заклинания всё так же отсортированы по алфавиту. Да. Итак, начнём с самой нашумевшей темы. Призыв животных, элементалей, фей и прочие заклинания, призывающие кучу существ, превратились в... геометрические фигуры. Эээ, буквально. В качестве примера лучше всего подойдёт заклинание призыв небожителя. Раньше за седьмую ячейку вы могли призвать небожителя четвёртой опасности или меньше, что, будем честны, немного не то, чего ожидаешь от седьмой ячейки. Что ж, визерды определённо учли ошибку, и теперь вместо небожителя вы призываете лишь его частичку, в виде громадного светящегося цилиндра, который можно проводить по губам как врагам, так и союзникам, ведь, находясь в цилиндре, одни лечатся, а другие... калечатся. Блин, калечатся нахуй, что? И да, длится это чудо целый час. Так что, если вдруг у вас есть пара тысяч людей с неполными хитами, то одного этого заклинания хватит на всех. Клириков за кос, как обычно, продолжает насыпать жрецу крутых заклинаний, давая ему одну из самых крутых АОЕ-опций в игре. Впрочем, геометрических вызовов насыпали не только жрецам. Волшебникам тоже дали понюхать дизайнерского клея. Ну то есть, если раньше из долгосрочных эффектов на урон у них были в большинстве своем лишь волшебные стены, то теперь они для врагов не только прямой линейкой, но еще и цилиндрами, сферами, конусами и... придумайте там что-нибудь еще. Не знаю. Что ж, ждем нового волшебника школы канцелярии, дамы и господа. Також я выбрал неудачную неделю, чтобы бросить нюхать клей. Подобным образом были изменены все призывы. Призыв животных теперь создает рядом стаю призрачных кусак, которые разорвет любого, кто осмелится к ней приблизиться, в то время как призыв малых элементалей вовсе приручает тебя в машину судного дня. Навесил призыв элементалей, зарядил фокусировку десятком пылающих лучей и начинаешь шмалять. В общем, лично я рад таким изменениям, поскольку собираюсь комбинировать старую и новые книги игрока. Так что теперь у моих игроков появится выбор, какую версию заклинания им использовать. А, как известно, больше опций, больше веселья. Да, кто-то скажет, что новая школа вызова это школа воуплощения 2.0, но мне как-то пофиг. Божественное оружие и меч Мордыканина, вон, тоже в школе воуплощения, естественно, хотя это явная школа вызова. В общем, не знаю. Далее у нас идут улучшения ранних заклинаний. Цветной шарик, доспех Агатиса, ведьмин снаряд, псевдожизнь, отравленный луч, воображаемая сила и ослабляющий луч. Все эти заклинания получили солидный баф. Цветной шарик так вообще расцвел. Рекомендую вам обратить на них внимание, так как теперь не обязательно охотиться за одним лишь снарядом хаоса и направленным лучом. А вот что меня особенно порадовало, так это дубовая кора. Больше КД, без концентрации, да еще и бонусным действием. Наконец-то этот спелл обрел смысл. Одного друида медведя в деревянной броне, пожалуйста. Чуть менее порадовал Круг Смерти. Те, кто сидят на канале уже давно, знают, что не так с этим заклинанием. Сейчас ему немножко подняли урон, из-за чего братьева стало поприятней. Но этого все еще, блин, недостаточно. Круг Смерти это все тот же, от люков ледяной шар, только хуже. Пока ледяной шар замораживает воду и запирает находящихся в ней существ, пока шар можно превратить в гранату и передать союзнику, Круг Смерти просто наносит урон. И, сука, не смейте мне говорить что-то про резисты. Я читал комменты под Некромантом и начитался этого типа «Ой, водку, холоду, больше иммунитетов». Нихуя их не больше. Их больше на 4%! Я провел расчеты, вот пруфы читайте. 4% это ничто, чтобы прощаться с вариативностью. И главное, пятью сотнями золотыми монетами. Напоминаю, от люков шар бесплатный. В общем, ждем еще 10 лет, чтобы они думали добавить какой-нибудь крутой магический эффект. Лично я бы предложил, чтобы все убитые кругом гуманоиды становились зомби, которые выходят из-под контроля игрока уже через один раунд. Можете взять себе на заметку. Давайте-ка лучше поговорим о реально приятных вещах. О лечении. И да, это пушка. Практически все заклинания лечения стали сильнее. Лечение ран теперь восстанавливает 2К8. Аж на первом уровне. И с каждым уровнем лечение увеличивается еще на 2К8. Наконец-то ты будешь использовать лечение в бою, а не ждать, пока сопротивление будет в ноль. В кои-то веки лечение и урона в игре станет примерно одинаково. Для тех, кто не понимает, в чем проблема, рекомендую The Dead Shorts. Также из приятного могу отметить переработку заклинания слабоумия. Теперь оно называется дурманивание, наносит больше урона, также запрещает плодовать на 30 дней, но не уменьшает интеллект цели. Такой вариант мне кажется более сбалансированным, ибо да, круто коснуть на монстра или какого-нибудь там леча слабоумия и тупой овощ. Но мало приятно, когда твой персонаж становится овощем после одного единственного провального спорта. Так еще и по интеллекту. Кто-то его вообще качает, кроме волшебников и изобретателей? Стоит отметить, что изменилась механика всех заклинаний с превращением. Теперь, принимая облик другого существа, ты не заменяешь свои хиты на его, а вместо этого ты добавляешь себе дополнительные хиты в размере хитов существа, в которого ты превратился, и как правило выходишь из облика, как только эти хиты пропадают. В общем, для друида больно, в основном нормально. В какой-то степени это правильное изменение, так как заклинание превращения было, наверное, сильнейшим заклинанием четвертого круга, и с учетом старого хила, еще и лучшим хилом во всей игре, ибо ты всегда мог превратить союзника в мамонта со 126 хитами. Под горячую руку попало и заклинание улучшения характеристик. Уж не знаю, кому угрожали дополнительные эффекты при выборе характеристики, но факт. Сейчас заклинание выглядит несколько... скучнее. И в целом, это все важные изменения. Ребят, хочу сказать, что в Ординге Многих Заклинаний стал куда понятней и приятней глазу. Лично я люто кофенул с нового заклинания, и определенно буду их использовать на своих играх. Залетайте в мою телегу, там мне намного легче с вами общаться, там мои хбшки, там анонсы с дремов, и в целом много приколюх разных. Также не забывайте про бусты, там сейчас ожидается волна хб, там уже есть новый волшебник, которого вы еще не видели. И в целом, это, наверное... Че за странный звук? Вы... Вы тоже это слышите? Субтитры сделал DimaTorzok